Южно-Сахалинец Александр Павлов привык передвигаться на джипе, но его транспорт не всегда удобен для езды по городу. К тому же требует больших затрат в ремонте и употребляет большое количество топлива. Для езды по городу он присмотрел себе электромобиль, который теперь можно взять в аренду. Такой вариант стал доступен в областном центре, и он подойдет для всех, у кого есть права и необходимый стаж, ведь машину можно арендовать на любой срок, даже на 10 минут. Для комфортной езды все есть необходимое, хороший чистый кожаный салон, подогревы сидений, актуально для нашего достаточно холодного климата. Дороговизне судить это все-таки фактор субъективный, но в целом мне кажется дороже пользоваться такси, чем каршерингом. Для того, чтобы воспользоваться электрокаром, необходимо установить приложение GreenCrab. Пройти процедуру регистрации, приложить паспортные данные, привязать карту и можно садиться за руль. Если водителя вдруг оштрафуют, то он сможет оплатить квитанцию через свое мобильное устройство. Более 10 тысяч сейчас уже зарегистрированных активных пользователей говорят о том, что услуга востребованная, популярная, интересная, в том числе и туристам, и местным жителям. Естественно, мы целимся в местных жителей, в местную аудиторию, потому что туристический сезон достаточно короткий, порядка трех месяцев, машины мы привезли сюда надолго. Всего на дороге города появилось 15 автомобилей с поминутной оплатой. За 10 минут езды арендатору придется заплатить 90 рублей. Доступный диапазон использования машин достаточно широкий. Почти вся южная часть Сахалина. Управлять электрокаром удобнее, чем бензиновым или дизельным автомобилем. В салоне довольно комфортно, нет запаха бензина. Клиренс у автомобиля достаточно высокий. Хода автомобиля хватает на 280 километров. Это вполне хватит, чтобы доехать от Южно-Сахалинска до Паранайска. В будущем планируется поставить на ход более 40 единиц электромашин, а также установить зарядные устройства по всей области. Илья Бубенков, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ.